здравствуйте приветствую вас на канале mysport hit сегодня я вам расскажу про модель х про 3d икса про х х про короче про модель х про 3d до этого вышло видео про там я вставил модели от соломона такие как х вайлд и х про 3d в 8 то есть маленько посмотрели может что-то узнали это хорошо у нас пока этих двух моделей нет так как мы на карантине мы их получить как бы не могли еще когда выйдем сам не знаю то есть если появится их вам сравню могу вкратце просто про те модели сказать одно что какие-то более легче но все они идут не для бега в основном хотя соломон говорит что как бы можно в них бегать но вообще я их видел знаю что это за модели я их мерил они в основном не для бега они какая х вайлд она более легкая попроще х про 3d в 8 она практически аналогично этой то есть у ней только здесь другие накладки то есть ничего там такого сверх естественно в моделях нет но будут когда поближе мы их рассмотрим и так сегодня расскажу про х про было видео уже записано х про и x ультра но это совместно видео то есть я там больше рассматриваю с ультру а сейчас больше рассмотрю х про и так вот так вот они выглядят вот такие вот ботиночки очень классные летние ботинки кстати вот такая вот подошва кстати я их на видео которое там было сравнение что для лета лучше на какой температурный режим подойдет я их там не включил и мне там написал кто-то комментарий что а как же х про на какой не температуру подойдут да я что-то не знаю забыл их включить в это видео но они подойдут на температуру для лета в них в принципе будет корму комфортно даже за 20 градусов то есть ну как говорится в сланцах город может не пойдешь все равно нужно какая-то обувь именно по городу ходить то есть до 25 градусов них нормально комфортно нога сильно преть не будет потому что у них здесь сетка даже более зернистой чем в x ультри она просвечивает прямо на свет если их вот сделать она и просвечивает лучше и она в то же время и продувается лучше то есть в этом плане х про все-таки я рекомендую то есть их можно у них носка ну там дальше только сланцы одевать то есть у них носка до любой температуры где нужны кроссовки летом и вы сможете ходить ну целый день только в кроссовках я могу их порекомендовать потому что для целого дня носки в них будет классно удобно на ноги ничего болеть не будет будет все классно то есть абсолютно для любой температуры то есть но если вы на пляже и будете уже одевать сланцы это другой вопрос сланцах вы все равно не сможете проходить по городу целый день это не совсем удобно то есть вот а в этих вы проходите то есть на любую температуру в принципе от ну 50 градусов плюс можно их уже одевать в зависимости тоже у все по-разному ноги мерзнут у кого-то даже летом ноги мерзнут кто-то ходит прям летом в толстых носках то есть тут нему нельзя всем сказать но большей части людей они подойдут на лето вот именно от 10 где-то градусов просто многие до 10 градусов есть кто-то и в зимних ходит ну что ну у людей между ноги тут ничего не поделаешь это физиология у кого-то между ноги но ему приходится для себя специально обувь подбирать такую которых он уже лично для себя знает как ему будет в них хорошо комфортно не комфортно то есть это уже нельзя обобщать такие случаи то есть но в общем вот эту от 10 градусов и до любой температуры если нужны ботинки на целый день носки и для города леса еще для чего-то х про это супер просто они будут держать вашу ногу лучше но очень классно то есть как икс ультра даже надежнее у них пятки получше держат прям по штане все-таки икс ультра хотя тоже пишут что в экс ультре можно бегать но это все-таки не совсем правильно икс ультра это но не совсем она для бега в этих вот реально можно в этих в этих реально можно и и в них некоторые бегают и не марафоны а так вот то есть раз раза три в неделю километра до 5 километров но в принципе можно там уже сами смотрите какой там будет износ еще чего-то а сейчас мы приблизимся так все приблизилась и сейчас мы их рассмотрим поближе то есть как я вам и говорил здесь идет защита на это резина резина здесь идет вот это все прошивка здесь опять резина то есть это тоже защита как бы идет мизинцы ну вот эти боковые пальцы здесь большой палец и все такое то есть есть тоже резина вот если будет видно но я думаю будет видно потому что приблизили да вот здесь как я и рассказывал что здесь вот этот вот он как бы шнурок заделан теперь и я не думаю что он будет ну как бы по отзывам обращение не было с того года вот так и не заделывают по моему может и раньше было но обращение последнее время не было что и стирается то говорят что стирается но это может быть у кого-то из вас там один на тысячу стиралась сейчас все в этом плане нормально потом следующее новый бегунок собачка как хотите называйте он классно регулирует то есть четко все все четко работает то есть вот так все это можно будет убрать вот сюда здесь идет кармашек сетка хорошо продувается очень хорошо здесь такая сетка более такая зернистая если находитесь на вот на открытом пространстве и ветерок любой дует здесь хорошо продувается хотя за ней есть еще сетка но чтобы конечно сюда потому что может попадать песок мелкий щебень там еще что-то ссор какой-то там еще сетка чтобы это дальше не попадалось чтобы у вас не до вызывало дискомфорт для носки то есть какие-то там камешки еще что-то а так на просвет я их вот на просвет сейчас смотрю вот это все вот здесь вот я когда приклады я сейчас вижу просто палец свой тень то есть они очень хорошо для лета очень хорошая модель для лета них жарко сильно не будет вот такая стелька арталайт антисептически обработана и здесь идет про резина здесь пена просто желтого цвета да эти стельки очень хорошо долго служат то есть специальная формовка чтобы у вас пятка тоже не гуляла дополнительная амортизация вот эта резина дает и также влагоотведение то есть нога в ней по крайней мере меньше приятно не знаю с чем связано как-то меньше при всегда вот здесь еще будет видно нет указаны циферки такие как размер вот эта пара девять с половиной здесь написано стелька девять с половиной тире 10 половин то есть это стелька практически на три размера выпускается да сейчас посмотрим что внутри ботинка там синяя подошва пришитая именно когда синюю ставят это на более премиальных моделях она лучше влагу отводит дает дополнительную амортизацию то есть вот в этом плане также она прошита указана дата просто синими чернилами не знаю будет видно нет указана дата год выпуска то есть вот так здесь тоже на язычке все указано если кому-то будет это интересно это идет девять с половиной 4410 по us ну тут потом по стельке 28 но вот кто носит 42 кто обычно берет 27 с половиной то вот эти 28 именно х про именно вот в этом году летних а про хорошо подойдет и тем кто носит именно 42 то есть 42 по стандартам мировым это 27 с половиной по стельке то есть здесь 28 он подойдет хорошо именно для тех кто носит ну короче мне хорошо садится я достаточно много обуви имею много обуви мерю то есть я по размеру конкретно могу сказать мне хорошо деть с половиной но во многих моделях мне 9 хорошо то есть так что вот так вот ориентируюсь на это ну можете спрашивать писать на почту живо сайт отвечу по размерам подскажу еще по подошве по при так как сейчас более видно я уже вам рассказывал что здесь сложная подошва 3d но она составна из четырех частей то есть вот эти белые которые выступают здесь она здесь это все идет под пяткой то есть это полностью вставка для умягчения амортизации дальше идет подметка тормоз отдельно вы сделано кстати вот что тормоз что вот здесь вот она тоже вязкая но такая достаточно будет меньше то что то тормоз специально сделал еще чтобы он еще вот эта вставка была еще более вязкая то есть она прям если будут мокрые камни напрям не даст соскользить дальше идет вот эта ставка карбоновая условно карбоновая она вот идет по всему кругу вот отсюда и вот ее обозначение 3d шасси то есть 3d это что обозначает то есть это не дает это дает дополнительную в этих ботинках как как эта модель и одновременно и беговая и для ходьбы она для горной местности то есть видите у них шип такой плоский шип и не сильно выпуклый шип это для чего то есть это где жесткая каменистая местность не сильно рыхлая вот для этого то есть если шип более высокий то и как спид кроссах это уже где вязкая местность песок там я не знаю жидкая всякая грязь там ну такое где нужно именно буксовать это уже жесткая местность без какой-то вот такой вот жижи каменистая местность них также можно бегать то есть них бегают но представьте что вот спид кроссы для бега не легче в них как то можно именно бегать больше бегает то что люди у меня задают вопросы многих вот бегать бегать в чем в чем типа в них можно бегать но производитель можно горит бег но опять же они не для бега больше они больше для ходьбы то есть за целый день у вас них ни нога не устанет ничего будет ноге и прохладно в то же время и она не сильно спреет и для тех кого вес больше чем 90 будет и хорошо держать пятку вы ничего не продавите не стопчете здесь пятка более жесткой чем в ультре я уже рассказывал вот но и закончил прошу то есть вот это вот дает дополнительную вот эта ставка 3d как бы жестко она дает дополнительно на скручивость то есть где камни может быть нога подвернуться еще это ботинок не дает у него стабильность по моему идет по соломону 4 из 5 у них стоят у этих ботинок стабильность это не как альфа кросс у которых стабильность по моему то ли два то ли три из пяти то есть они вот и хоть вот так как хоть выжимаете альфа кросса они все крутятся вертятся то есть это разные вообще ботинки здесь ты уверен здесь четко нога ходить не будет она будет четко сидеть в этом бутинке вот ну про подошву рассказал здесь тоже как карбон сделан но это тоже для чтобы вас пятка вот четко здесь стояла никуда не двигалась никуда не болталась здесь также все прошито то есть это тоже вот это сенсорфит затяжка она полностью ногу будет облегать и четко по ноге сидеть кстати они ногу держат очень классно когда их одеваешь прям чувствую что у тебя на ноге есть ботинок он четко тебя держит надежно то есть кто вот эти чувства любит пожалуйста для вас эти ботинки ну а так вроде все рассказал все показал сейчас я их померю и посмотрите на ноге ждем итак примерка сейчас будет монтаж вот и случился вот я померю вот это мой размер девять с половиной в этой модели вот так все это убирается так что третий это все убирается вот так здесь натянули этот язычок подтянули все завязали но это чтоб нам не мешало для обзора убрали эту затягивать не буду вот так вот выглядят ночи они тоже классно много обтягивают конечно больше всего подойдут для средней ноги не сильно широкой хотя на широкую ногу они тоже и облягут я не думал что что-то случится то есть у кого вес там за 100 будет нормально и нога и все обтянется все классно то есть вот этот размер который я взял это девять с половиной реки то есть это чуть чуть больше постельки это не двадцать семь с половиной пишут что 28 но короче это где-то вот как раз на сорок два с половиной чуть больше то есть вот как я и говорил видео вот так вот они выглядят подошву них очень комфортно классно то есть целый день походите забудете вообще что у вас ноги болели поясницы и все остальное все классно поддержка вот это вот обтяжка ноги в зависимости от того как затягивать но я вот не люблю затягивать сильно если не бегать у них ничего не делать просто по городу вот этой затяжки достаточно вот то есть будет комфортно хорошо вот так вот они выглядят все супер а так подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии поддерживайте нас тяжелые времена своими покупками так что так вот так вот всем пока до новых встреч